Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл беседу Евангелия от Матфея. Сегодня мы с вами читаем 20 главу. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников, виноградник свой, и, договорившись с работниками, под динарию на день послал их виноградник свой. И выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжеще праздно, и им сказал, «Идите вы, виноградник мой, и что следовать будет вам, дам». И они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им, «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему, «Никто нас не нанял». Он говорит им, «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, «Позови работников и отдай им плату, начав от последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми подумали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же сказал, в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя. Не за динари ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или гвастую завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними. Ибо много званых, а мало избранных». В то время человек, который находился в наиболее тяжелой экономической ситуации, это был, наверное, наемный работник. Потому что у земледельца был его участок, у земледельца была его земля. У него была собственность в этом отношении. У ремесленника были инструменты. Человек, который был вынужден наниматься на паденную работу, это человек, у которого ничего уже нет. И эти люди стояли в ожидании, кто их наймет. Потому что им надо было что-то заработать, как-то прокормить свои семьи. Сейчас это можно наблюдать в Москве. В некоторых местах стоит просто толпа людей, приехавших откуда-то из Средней Азии. И туда приходят различные наниматели, чтобы их нанять на работу. И самые-самые невезучие из невезучих — это люди, которые просто стоят и даже этого не получают, даже их никто на работу не хочет нанять. И вот мы видим, как хозяин виноградника нанимает сначала одну группу людей, потом он находит еще людей, которые стоят, их никто не нанял, и они идут работать. И последняя группа людей — это работники 11-го часа. Они наняты уже перед самым концом рабочего дня. Они проработали всего час. И мы видим, все они получают одинаковую плату. О чем эта притча? Это притча о благодати. Это притча о милости. Потому что динарий — это средство, на которое человек может один день прокормить свою семью. Это то, что ему нужно. И люди, которые работают в винограднике, они получают не столько, сколько они заработали. Потому что заработали они меньше, за один час работы. Они получают столько, сколько им нужно. Благодать отвечает не на наши заслуги, а на наши нужды. Хозяин виноградника дал им столько, сколько нужно было, чтобы восполнить их нужды. А не столько, сколько нужно было, чтобы покрыть их труды. Чтобы дать им столько, сколько они заработали. И это вызвало ворчание, поскольку эти люди, которые работали весь день, они думали, что они получат больше. Но они получили по справедливости. Они получили столько, сколько они заработали. И богодать, она свободна. Бог ее никому не должен, Бог никому не обязан. Люди, которые получили динарий за час работы, им оказана милость. Им оказано незаслуженное благоволение. Люди, которые получили динарий за весь день работы, они получили по справедливости. Они получили то, что они заработаны. Никто не обижен. Ни с кем бог не поступил несправедливо. Но некоторым бог оказал еще и милость. То, чего они не заслужили. Это важный момент. Это бывает трудная для восприятия концепция, потому что человек склонен считать, что бог ему должен. Что бог обязан его вознаградить за то, что он, может быть, прилагает какие-то усилия к повиновению богу. Но истина состоит в том, что бог ничего не обязан никому из нас. Христос не был обязан умирать за наши грехи. Христос не был обязан спасать кого бы то ни было. То, что он делает, он делает из чистой милости, из чистой благодати. То, что все, что мы имеем, начиная с самого нашего физического существования, есть Божий дар, который он не был обязан нам дарить. И мы видим, что эти работники одиннадцатого часа, они получили не по заслугам, они получили по милости. Как говорится в церковной молитве, прищти меня к работникам одиннадцатого часа. Мы надеемся на Бога, мы уповаем на его спасение, потому что мы уповаем на его богодать. Не на то, что мы заработали, не на то, что мы заслужили, но на то, что Бог нам даст, потому что он добр. И восходя в Иерусалим, Иисус дорогу отозвал двенадцать учеников своих и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, биение, распятие, и в третий день воскреснет». Дело идет к развязке. Господь восходит в Иерусалим, и люди ожидают, что сейчас Он воцарится, что сейчас будет Царство Божие, что сейчас все будет очень хорошо. Иисус воцарится, выгонит римлян, установится некое Царство мира, справедливости, достатка и изобилие. Но Господь говорит совершенно о другом. «Мы восходим в Иерусалим, Сын Человеческий предан будет, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, биение, распятие, в третий день воскреснет». Он говорит это для учеников, чтобы это для них не явилось неожиданностью, но это не является неожиданностью для Него. Восходя в Иерусалим, Господь Иисус намеренно, сознательно идет на смерть. Распятие — не какая-то трагическая случайность. Это не просто злые люди убили Господа. Это то, на что он шел с самого начала. Это то, с чем он вообще пришел. Как сказано в другом месте в Евангелии, «Сын Человеческий пришел не чтобы ему служили, но чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих». Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то просял у него. Он сказал ей, «Чего ты хочешь?» Она говорит ему, «Скажи, чтобы сие два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал в ответ, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему, «Можем». И говорит им, «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано, отцом моим». Услышав сие, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев. То есть мы видим, как люди ожидают от Иисуса, что сейчас установится царство Божие, которое они представляют вполне физически, и это будет царство, подобное царству мира сего, когда сидит царь и принуждает всех по виновению, наказывает своих врагов, и это как обычный земной царь, как ирод, но только хороший, или как римский император, но только хороший. И при этом царе хочется, естественно, заранее подстраховаться, занять места поближе к престолу, занять более высокие должности. Вот сейчас уже установится царство, сейчас уже Иисус сядет как царь, и надо заранее подстраховаться, потому что потом уже будет давка у престола, будет уже сложно. И Господь говорит, вы не знаете, чего вы просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь. Господь идет на смерть. Он не идет на то, чтобы воцариться и сесть во дворце, где можно будет с удобством сесть по правую и по левую сторону. Они говорят ему, можем. Он говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. То есть апостолам предстоит мученичество, подобно тому, как Господь Иисус претерпел мученичество. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому готовно отцом моим. Услышав все прочие десять учеников, вознегодовали на двух братьев, то есть они увидели, что они хотят занять самые теплые места, и вознегодовали. Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Иисус говорит, что Царство Божие вообще устроено в принципе по-другому. Оно совершенно другое. Царь, который правит в этом Царстве, Христос не похож ни на Ирода, он не похож на римского императора, он не похож на правителей этого мира, потому что правители этого мира господствуют и вельможи властвуют. И все царства этого мира устроены так, что человек хочет усесться повыше и править над другими, и эксплуатировать других в свою пользу. В этом мире подданные умирают за царей. Но между вами да не будет так. Кто хочет между вами быть большим, да будет всем слугою». Царство Божие устроено по прямо противоположному принципу. Кто хочет большим, да будет всем слугою. Кто хочет быть между вами первым, да будет всем рабом. И это царство показывает в своем лице сам Христос, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих, в отличие от тех правителей, за которых умирают их подданные, Христос умирает за своих подданных наоборот. И если обычное земное царство это вот такая пирамида, которую рисуют в учебниках истории, наверху сидит король, там ниже знать, ниже воины, и в самом низу крестьяне, которые на всех пашут, то царство Божие устроено по обратному принципу. Это перевернутая пирамида. Христос в самом низу умирает за всех остальных. И Христос смиренно служит вплоть до креста спасению всех остальных. И подражая примеру Господа, мы также должны смиренно служить другим. Это нечто абсолютно противоположное тому, как мы склонны себя вести. Это абсолютно необычно для человеческой природы. И это указывает на сверхъестественность Евангелия, на то, что это не от мира сего в буквальном смысле. Это действительно пришлось не без. Но Господь вот говорит, что для того, чтобы быть больше в Царстве Божьем, нужно служить. Не нужно заставлять других служить. Христос говорит также здесь и о цели своего прихода. Он пришел, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Надо понимать, что цель прихода Господа вообще в Евангелии, как он сам ее определяет, это умереть за грехи людей. И когда апостолы возвещают Евангелие, они говорят, что она состоит в том, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию. То есть, при том, что Господь, конечно же, учил и, конечно же, исцелял, его главная цель именно в том, чтобы умереть за наши грехи и послужить нашему спасению. Когда они выходили из Ерехона, за ним последовало множество народа, и вот двое слепых, сидящие в дороге, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать. Но они еще громче стали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему, «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус, умилосердившись, прикоснулся глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Эти слепые настойчиво взывали Господу, и он спрашивает, «Чего вы хотите?» «Чтобы открылись глаза их!» И он возвращает им зрение. Что важно в этом повествовании? То, что люди не всегда хотят, чтобы у них открылись глаза. Это кажется очень странным, но это так. Я помню, я читал историю, как открыли способ возвращать зрение людям, которые страдали от определенной болезни глаз, и выяснилось, что им можно вылечить. Можно вернуть людям зрение. И вот часть отказалась. Они привыкли быть слепыми. Им так уже комфортно. Они притерлись, они уже привыкли к этой жизни. А стать зрячим, это значит начинать все с чистого листа, это значит начинать жизнь по-новому. Это значит идти в огромную неизвестность. И люди отказались прозреть. Но прозрение физическое – это прообраз прозрения духовного. Человек, который не знает Господа, человек, который не знает истинной веры, его Библия называет слепым. И человек эта слепота может устраивать, потому что он понимает, что если он прозреет в отношении истины, прозреет в отношении Христа, он откроется навстречу огромным переменам, вся его жизнь станет другой. И он, может быть, к этим переменам не готов и не хотеть их. И поэтому Иисус у них спрашивает, чего вы хотите от меня? И они ему говорят, чтобы открылись глаза наши. И вот после того, как они говорят это, он им открывает глаза, потому что Господь никогда не действует в нашей жизни насильно. Он не открывает наши духовные глаза, если мы этого сами не хотим. Мы с вами прочитали 20-ю главу Евангелия от Матфея. Мы читаем Писание в рамках библейского портала Экзегет.ру.